И напоследок зеленые новости, а зеленые новости, новости с зеленым светом – это у нас хорошие новости. Надо сказать, что довольно долго я думал, прежде чем додумался до того, какая же у нас главная зеленая новость 2015 года. В принципе, ситуация хрен новая. Вы сами прекрасно знаете, что и в России, и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Америке, во всем мире, на самом деле, происходит сейчас довольно неприятное событие. Мир идет куда-то не туда и не так, но при этом с разной скоростью. Некоторые идут ни шатка, ни валка в сторону этого самого то ли водопада, то ли пропасти, а некоторые бегут, задрав штаны. Но тем не менее, во всей этой неприятной серой, мрачной, черной асфальтовой обстановке какие-то зеленые листочки пробиваются. Я хотел бы посвятить эту зеленую новость как раз вот этим листочкам, которые при ближайшем рассмотрении все-таки можно заметить, если разглядывать современную путинскую Российскую Федерацию. В прошлом году, в 2014-м, все говорили о том, что оппозиции пришел конец. В 2013-м году, когда Алексей Навальный совершенно неожиданно для всех получил огромный процент на выборах мэра в Москве, в общем-то, ощущение было достаточно оптимистическим. В 2014-м году, сами понимаете, когда состоялась аннексия Крыма, война в Украине, соответственно, весь патриотический угар, массированная пропагандистская кампания по телевидению и прочее, показалось, что оппозиция абсолютно сломлена. Более того, оппозиция была и реально расколота, потому что часть оппозиции согласилась с лозунгом «Крым наш», часть оппозиции с этим лозунгом не согласилась. В общем, раскол пошел, можно сказать, не только по семьям, но даже и по каким-то политическим движениям. В 2015-м году, как мне кажется, оппозиция не то, чтобы консолидировалась, но, в общем, признаки жизни она подает. Вот эти самые зеленые листочки. Я бы хотел сказать конкретно о трех признаках. Один признак – это недавняя, кстати, до сих пор продолжающаяся, хоть и с таким сомнительным успехом, забастовка водителей-дальнобойщиков. Это событие интересно и примечательно тем, что дальнобойщики – это, на самом деле, это никакой не креативный класс, никакая не пятая колонна, никакие не либералы, а, в общем-то, такой корневой путинский электорат. Нормальные работящие люди, которые, по словам некоторых из них, и в каких-то сходках антимайдана участвовали. И вообще, если бы к ним явились бы эти самые социологи в штатском и спросили бы, а поддерживаете ли вы, то они наверняка вошли бы в эти самые пресловутые 86 процентов. Тем не менее, слава богу, что у людей нашлась смелость, сила и энергия для того, чтобы пойти против воли начальства, для того, чтобы поднять свой голос и направить свои колеса против произвола воров и бюрократов. Это очень здорово, и это внушает надежды на то, что наш народ еще не окончательно, скажем так, расслаблен и деморализован. Во-вторых, я хотел бы упомянуть Алексея Навального и его фонд борьбы с коррупцией. Очень активно они провели весь этот год, несмотря на постоянные наезды, приводы в суд, посадку Олега Навального. В общем, власти, конечно, делают все, чтобы поставить максимум палок в колеса, но ребята продолжают действовать и очень эффективно. И об этом свидетельствует, скажем, то, что под конец года они выдали ударное расследование по поводу прокурора Чайки и его родственников. Расследование, по всей видимости, самое серьезное и самое масштабное за всю историю фонда борьбы с коррупцией. Очень важное направление работы, несомненно. И желаю Алексею Навальному и его друзьям-соратникам, чтобы они продолжали действовать в том же духе. Молодцы. Это вызывает огромное уважение. И наш третий персонаж из числа этих зеленых листочков, пробивающихся сквозь серый асфальт, это Петр Павленский. Петр Павленский – это вообще мой герой. То есть я считаю, это лучший человек из тех, что живут сейчас в России. Абсолютно-абсолютно восхитительный просто тип. Можно по-разному относиться к его художествам. Конечно, у многих людей, которые не имеют представления о так называемом актуальном искусстве, не знают, что такое акционизм, не знают, что такое хэппенинги, перформансы и так далее. Таких людей, разумеется, в нашей стране процентов 90, если не 95. Вряд ли все вот эти ребята от актуального искусства, бесконечно далекие, оценят сами по себе. Политические акции, политические художественные произведения Петра Павленского. Но я думаю, что даже они не станут спорить с тем, что парень просто отчаянно смелый, и что то, что он делает, производит впечатление. Может быть, впечатление такое, которое заставляет содрогнуться, как, скажем, его акция на Красной площади, вот, или его зашитый рот, или он завернутый в колючую проволоку, или заставляет так, как бы, не содрогнуться, а наоборот подумать, вау, как это красиво выглядит, как его недавняя акция с поджогом входа в здание ФСБ на Лубянке. Пётр Павленский – герой художественного сопротивления. Я думаю, человек, который уже вошёл и в историю России, и в историю искусства. Петру Павленскому я пожелаю, чтобы всё произошло так, как он задумал. Он художник, он умный человек, он стратег. Очень может быть, что он рассчитывает на то, чтобы сесть. В этом случае я ему желаю, чтобы он сел. Может быть, он не хочет садиться в этом случае. Я ему желаю, чтобы он произнёс фантастически зажигательную речь на суде и был выпущен на свободу под аплодисменты неистоящего зала. В общем, пусть будет так, как захочет Пётр Павленский. Пётр Павленский – герой художественного сопротивления.